приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова сегодня говорим о запасах косметики это то что я не планирую приобретать больше никогда и почему и что я не планирую приобретать по крайней мере в текущем 2022 году возможно и 23 если в моих запасах это по-прежнему не закончится плавно переходим к уходовым средствам маски и различные эликсиры для волос масла и все такое я когда-то думала что это сделает волосы совершенно потрясающими невероятными покупала пробовала много разного когда были волосы чуть длиннее сейчас короткие поэтому в принципе я вижу что мне это не нужно ну просто не на что наносить и к тому же у меня волосы все-таки не пересушеная ненормальные до кудрявые нормальные не сухие не жирные я могу два дня например не мыть волосы у меня не будет кошмара на голове мне не придется пользоваться сухим шампунем то есть волосы абсолютно нормально же использую обычные кондиционеры после мытья волос шампунем и считаю что этого вполне достаточно для того чтобы ухаживать за своими волосами все что есть у меня сейчас в запасах плюс то чем уже пользуемся мы в большей степени мы означает моя дочку который волосы гораздо длиннее да вот ей после некоторого там окрашивания тонирования теперь требуются масла опять же в небольшом количестве она наносит их буквально капельно и они стоят у нас стоят стоят уже все только пол упаковки ушло и вот столько еще всего в запасах всяких масок всяких масел и так далее то есть это мы точно совершенно не покупаем будем расходовать то что есть точнее дочка будет расходовать а мне вполне достаточно моих средств для усиления роста волос которыми я постоянно пользуюсь и обычного кондиционера после мытья головы и так это все что есть у нас для волос настроя семье и еще я делюсь с мамой постоянно уходом она практически сама ничего такого не приобретает ну во первых тяжело тащить это совершенно лишнее не нужно и я поэтому отсылаю ей так что не только для нас троих у нас сейчас открыты вот такие же огромные банки и кондиционер и шампунь поэтому до всего вот того что есть запасах еще нужно будет добраться то есть какое-то время пока мы будем использовать то что есть вот такой шоколадный шампунь от шакана три штуки здесь вот такой шампунь ни разу такой не пробовала пальмы лиф кстати интересно остались они или нет на рынке не знаю бренд новый для меня омега дерм такой вот шампунь и что еще до head and shoulders которые я использую иногда и дочка очень любит и моей маме он подходит говорили мне что клея даже лучше работает чем head and shoulders от перхоти вот такой да он тоже у нас есть несколько вариантов шампуни израильский холан хадаш вот такие шампуни то что приходило мне в коробочках красоты вот в таком все маленьком объеме так вэлла что это эстель и тут лореаль профессионал в основном все это для объема несколько вариантов шампуни от бренда faberlic приходили они мне вот с такими кондиционерами и то что я недавно вам показывала колос вы кстати давали мне хорошие отзывы аризма вольтаж называется вот бренд по моему китайский хороший такой китайский люкс так называемый хорошие очень упаковки в подружки я приобретаю в этот шампунь и мне подходит но у мамы почему-то вызывает зуд вероятно достаточно глубоко промывает так что я ей всегда отправляю head and shoulders так кондиционеров сразу несколько но как я уже сказала мы теперь не скоро до них доберемся у нас громадные маски для волос которую мы используем как кондиционеры литровые вот такие трассом и три штуки очень мне понравился керасис уход я пробовал шампунь их и по моему такой же один кондиционер уже мы использовали хороший сразу несколько от faberlic вот такие и из серии эксперт так тут что тут у нас authentic beauty концепт а ну это в общем то тоже какая-то маска вероятно из адвент календаря сейчас я использую вот такие отель и органик мне нравятся кондиционеры шампунь у меня так что тут тоже по моему для объема до эстель кондиционер да вот такие же я точно использую вот шампунь и кондиционер это сюда шампунь так что еще но все наверное да что из скрабов для волос вот такой скраб шампунь потом от faberlic этот я пробовала мне очень нравится эту биочистку я тоже буду использовать как скраб шампунь здесь несколько упаковочек их нужно разводить до состояния такой кашицы вот такой мне очень понравился я вам давала по моему уже отзыв на него ароматика вкусный аромат у него травянистый и замечательно пенится и вот такой скраб я тоже буду использовать как скраб для скальпа головы от кристофф робин для усиления роста волос и уменьшение выпадения волос дна распечатанная я ей сейчас пользуюсь специально показать вам что потому что очень сильно бликует вот такое средство я заказывала в магазине подружка она наносится капельным путем хорошие мне нравится сейчас подробно о каждом не буду все-таки видео о запасах на млс вот такая сыворотка эссенция для волос вот от нее коробочка это корейская так сыворотка стимулирующий рост волос эсвицин и эколабораторис вот эту сыворотку и я использую не как средства для усиления роста волос это слабенькие средства поэтому просто увлажняю волосы перед тем как их накрутить на несколько минут чтобы уложить в нужную форму свои кудряшки ну что вот такой у меня запас для у нас считаем на четверых волос кондиционеры маски и скрабы и средства для улучшения роста волос скажем много это ли мало для вас тоже напишите но для нас в целом то многовато и я даже удивилась когда все это выложила но многое прислали вот тут на полу потому что больше нигде просто не уместилась это наши запасы гелий для душа мыло и мыло для интимных гены которые в целом можно тоже использовать как мыло для рук и так давайте по гелям для душа вот такой ряд у нас все это гели для душа три полоски да действительно много я была сейчас удивлена это очень полезное для меня видео тоже я собрала со всех концов квартиры его количество то есть получается я не знала сколько у нас гели для душа и почему-то думала что их мало нет их действительно много ну какие-то вот такие миниатюрки рипа приходили мне с парфюмерии как лайнвей трезор либо в каких-то коробочках красоты ну и все что в большом объеме или присылалась или я приобретала сама ну вот пальма лиф опять же и колосс недавно как раз я покупала по поводу мыла недавно я вам показывала что приобретала вот такой пятилитровый лайма но с молочком миндаля очень приятная так что тут еще алина фаберлик разная 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 мало фаберлик и проше и снова фаберлик ну и вот такое вот мыло для интимной гигиены вот такие запас шарик и бусинка ну понятно да кто в них играет мне кажется если бы я не вела канал то конечно меня было бы в два раза меньше запасов а так хочется попробовать все что-то у кого-то увидел в ролике думаю ну надо попробовать дать отзыв показать рассказать потом своим зрителям ну и в итоге это вливается вот в такие запасы но с другой стороны сейчас это неплохо это хорошо неизвестно какие бренды у нас останутся что можно будет купить что нельзя ну мне по крайней мере это запас не мешает сейчас я постараюсь большую их часть каким-то образом сформировать в одно место для того чтобы потом было удобнее хранить и понимать сколько всего осталось дорогие друзья я напоминаю вам что у меня есть канал и площадке где выходят мои видео яндекс дзен также telegram и группа ввк все ссылочки я оставлю под этим видео давайте не теряться на тот случай если youtube перестанет работать на территории россии я жду вас там я считаю ненужным абсолютно больше не буду приобретать не потому что вот этот гель для бритья плохой а потому что я не вижу смысла в отдельном средстве для бритья любая абсолютно маска для волос или какой-то кондиционер то есть что-то более такое вот мягко кремообразное что может задержаться на коже абсолютно заменит этот самый гель для бритья например сейчас у нас вот такая огромная батья литровая маска для волос от бренда констант дела это профессиональная косметика но уж купили так купили до используем как кондиционер для волос и как гель для бритья я тоже использую все то же самое кремовая текстура которая задерживается остается на на какое-то время на коже и можно сделать депиляцию в этот момент то есть ничего такого фантастически удивительного гель для бритья на мой взгляд не делают на по крайней мере женской кожи мужчинам да хорошо бы если они каждый день бреются что-то такое использовать отдельное специальное что и залечивает кожу и дают ей мягкости и уменьшает порезы но каждый день я депиляцию не произвожу поэтому мне хватает вот такого плана средств и горе который я вообще исключила из своего ухода потому что я не вижу большой разницы говорю о масках одноразовых возможно кто-то видит большую разницу между масками в тубе и масками одноразовыми для меня это одно и то же но одноразовые маски еще и загрязняют нашу планету бесконечные вот эти салфеточки которые мы выбрасываем плюс еще я понимаю что это безумно дорого потому что ну сколько там 20 миллилитров 25 допустим грамм в этой маске половины из которых весят салфетка ну и сколько там остается этой сыграть если как многие говорят я использую еще потом неделю эту сыворотку то новое то надо куда-то переливает в общем вот этой всей возьми мне не хочется да я знаю несколько действенных масок то есть сыворотка в них замечательно но если бы ее продавали по отдельности я бы конечно приобретала но я все равно могу без них абсолютно обойтись у меня хороший уход хорошая эксфаляция хорошие активные сыворотки и спреи которые я использую в течение дня нанося на лицо и все это абсолютно компенсирует маски которые я ранее использовала довольно таки часы мне их дарят или если они приходят с коробочками красоты и конечно же с удовольствием использую но тратить на это свое время каждый день я сидеть с маской там боятся что она как-то отклеится в общем это не моё ну и теперь средства покажу вам отдельно с ретинолом кислотами и энзимами именно те которые я считаю наиболее активными в уходе весь уход показывать не буду все запасы так в целом мы с вами посмотрим по ящичкам потому что это просто невозможно всего много хочу видео не закончится но вот самые такие активные компоненты здесь доктор пьер река вот такой серум с витамином c 10 процентов комплимент витамин c 20 процентов далее грейсон стелла серум с витамином c перекон серум также витамин c здесь средств для умывания из этой же серии и крем от люмине с витамином c крем это вот что касается витамина c то что я буду пробовать в скором времени и то на что я дам вам отзывы так теперь пройдемся по ретинолу вот такой набор у меня средства для умывания с ретинолом и пикси тонер но я уже пробовала мне они очень нравятся что это планета органика ретинол серум beauty serum набор вот такой от мурад мюрад здесь все с ретинолом крем-серум и крем под глаза следующие крем-серум с ретинолом от индит avn концентрат ретиноловый далее здесь sleeping mask от джеймс ругит с ретинолом красивая такая упаковочка да плохо видно блестит и знаменитый крем от life flow тоже с ретинолом один процент то с комбинированными кислотами и чей-бейте печи диски джумису хорошо что есть у меня вторая вот такая упаковочка одна сейчас сейчас используется это такие вот пады пилинг пады пропитанные большая коробка и очень мне не нравятся aqua пилинг могу вам рекомендовать от бренда а пью продается в подружке мне нравится и в сен лоран пью шоц это крем с кислотами легкими ночной крем далее glow тоник от пикси здесь смешанные кислоты и вот такой у меня запас моего любимого тонера на основе гидролата розы от бренда шоконат так следующее что шоконат также биоклинин это энзимное умывание пудра следующие 2 от плияна гликолевых пилинга 10 процентов гликолевой кислоты очень мне нравится меня сейчас уже скоро закончится и я буду приходить вот к этим своим запасам клиник тоник с кислотами двоечка я предпочитаю единичку но вот есть у меня двоечку может быть на лето оставлю знаменитая маска грязевая кислотная от омаровица следующая энзи пилл энзимное тоже средство от бренда плияна похоже у меня в большой упаковке сейчас заканчивается очень деликатный пилинг гамаш от плияна он тоже на энзимах маска с кислотами от и cooking с по знаменитая их тоже маска от detox на глине и кислотах и что в общем то вот это все запасы которыми я еще не пользовалась но по крайней мере закрытые упаковочки на что-то я уже могу дать вам отзывы потому что это не первая баночка что-то для меня новенькая но обязательно напишите чем пользовались вы возможно у вас уже есть какой-то отзыв и что еще могу сказать по поводу скрабов для тела у нас опять такая ведь мягкая подставочка но он не против так что продолжаем разговор отдельно такая категория как скрабы для тела для меня в данный момент не очень актуально поскольку я использую кислоты и энзимы на все тело вот такие у меня есть средства но вот это в основном на лицо я сейчас использую и зону шеи декольте а вот в такие в большом объеме гликолевая кислота и энзимпил я вам уже рассказывала что я наношу как на лицо так и на тело периодически и это очень хорошее глубокое отшелушивание и для того чтобы потом снять орговевшие частички уже которые отшелушились достаточно абсолютно любого гаммажа очень мягкого вот такого например от шиканат шикарный он еще увлажняет кожу настолько что потом не нужен даже никакой крем ну и после энзимов в принципе уже ничего не нужно они идеально и расщепляют орговевший слой и отшелушивают а если я пользуюсь гликолевой кислотой то потом ну вот планирую либо вот это фибр пил использовать либо опять же гаммаж так что для меня пока категория скрабов она лишняя это лишняя банка в нашей душевой кабине в которой и так немного место то же самое касается различных сплэш масок масок в душе я не очень это все понимаю если это доставляет человеку удовольствие то почему бы этим не пользоваться да но меня устраивают маски которые есть сейчас у меня в баночках активные в основном с ретинолом с кислотами вот такие которые действительно рабочие которые дают здесь и сейчас результат я считаю маска должна давать такой а те маски которые должны давать накопительный эффект это просто увлажняющие просто питающие мне кажется они лишние потому что все это есть в моем повседневном уходе следующее что точно совершенно в ближайшее время мне не нужно но вообще это самая такая быстро расходуемая у меня категория ухода это кремы для рук для ног и для тела пока моих запасов вполне достаточно и к тому же крема для рук и для ног я использую также как и для тела то есть они у меня взаимозаменяемые вот такие у меня запасы в небольшом объеме кремов для рук и для ног совершенно разных производителей все что я покупала я вам показывала что-то мне приходило как himalaya herb потрясающие натуральные лосьоны очень хорошие лосьон для тела и крем для тела на вот такого например формата да вот как все в спа как вот элизабет арден я пользуюсь ими точно так же как и кремом для рук и для ног то есть у меня нет в этом смысле различий если крем вкусно пахнет до при колевый крем который 10 тысяч рублей стоит это ванта представляете дам попался мне в календаре advent календаре тут фантастика пока не пробовала но вы говорили что очень очень хороший отзыв антивозрастное средство на зрелой кожи очень хорошо работает у кого есть проблемы на руках отбеливает шикарно то есть все вот эти вот средства увлажняющие лосьоны различные что с легкими кислотами все что хорошо увлажняет питает и дает возможно вот как в данном случае вкусный аромат телу все это для меня средства для тела для рук и для ног исключение составляет какие-то вот такие вот возможно крема если они очень очень плотные но я пока вот этот не пробовала если очень плотный и имеет какой-то специфический аромат в креме для ног например это может быть мята какой-нибудь слишком травянистый аромат если у меня не подходит для тела то тогда действительно только ноги ну а в целом мне кажется вот этого вполне достаточно и пока кремы для тела я приобретать не буду если опять же что-то не пришлют впрочем как и средства для губ да то есть всякие различные блески и бальзамы для губ пока как я думаю мне достаточно ну и здесь у меня хранятся запасы того что я вам показывала в первой части видео тени средства для загара представляете еще две нашла с той самой первой видео это морец то есть я думала что у меня только одно такое молочко для загара но их оказывается 3 вот такое количество да ну и несколько ящиков с запасами средств просто базовых увлажняющих питающих дающих комфорт куже слегка тонизирующих подтягивающих в общем все для лица зона шеи декольте частично может быть для тела использована нашла много кремов для глаз оказывается все у меня есть мне почему-то казалось что их не хватает у меня но нет действительно есть еще три гидрофильных масла то есть вот такое в упаковочке в одноразовых капсулках вот такое вот нейчо кстати неплохой чем бюджетный бренд интересный и вот такой олклин балм от хэмеш замечательный и у меня еще клиник all about clean да еще клиник не закончился бальзам так что пенок много бальзамы для снятия макияжа гидрофильного масла есть все есть ну чего еще желать мне кажется приобретать нет смысла ничего больше опять же если не пришлю следующая категория это скрабы для губ я давно от этого всего отказалась один использовала с большим большим трудом нет 2 до в проекте использовать по максимуму просто замучилась дело все в том что у меня очень сухие губы при этом на них тонкая кожа и скрабы для губ они скорее не помогают в данном случае а еще больше травмируют кожу мне достаточно если есть какие-то сильные шелушения на губах просто например нанести бальзам для губ взять сухой ватный диск и стереть этот бальзам в процессе стирания бальзама происходит отшелушивание этого для меня вполне достаточно и чувствую насколько потом ровненькие губы приобретать специально скраб для губ чтобы потом заставлять себя им пользоваться это я поняла уже для меня лишняя затрата средств именно финансовые и лишние затраты действительно очень важная вещь это spf просьбе f мы снимали несколько видео и желательно следить за сроками годности также следить за сроками годности после открытия баночки обратите внимание что действительно быстро теряет свои свойства и спирив крем со спиртой защиты от солнца я использую ее а в то время когда выхожу на улицу и сейчас активно наношу под тональное средство если она вообще есть на моем лице либо вместо дневного крема если spf хорошо увлажняет моем случае их сейчас достаточно у меня в уходе в моем в моих запасах все что есть я хочу использовать за этот год и следующий и уже потом посмотреть что будет на нашем рынке что будет представлено связи с текущей ситуации затем уже буду выбирать что-то новенькое для себя могу рекомендовать spf корейские они очень хорошо легко впитываются но они были у меня ранее я ими пользовалась но и сейчас нет просто ничего лишнего приобретать не хочется исключение составляет опять же те моменты когда мне что-то пришлют попробовать это же касается всего ухода для лица по его у меня громадные запасы года на 2 на 3 на 4 может быть даже хватит но в данном случае заказали что я ничего покупать не буду не могу поскольку я веду канал и мне придется что-то докупать чтобы сравнивать чтобы дать вам отзыв и не все бренды активно отличаются такой активности и желанием что-то выслать у многих сейчас сложные времена и те с кем мне удастся договориться и выслать всю линейку попробовать я конечно же это сделаю договорились случае мне придется раскошелиться чтобы попробовать и дать вам отзыв а поскольку у меня такая кожа довольно таки непростая то есть я удовлетворяю потребности сразу большого количества людей и те у кого чувствительная кожа и те у кого кожа пересыхает и те у кого кожа с реакциями и воспалениями и те у кого тонкая возрастная кожа то есть у меня сразу все объединяется в моем типе кожи просто я хорошо и правильно за ней ухаживаю поэтому меня крайне редко появляются теперь эти проблемы но тем не менее я знаю про свою кожу такие секреты и что она склонна к каким-то аллергическим реакциям если неправильно смывать например косметику недосмывать если лениться если не ухаживать за ней правильно если не наносить spf то будет еще и пигментация так что вот все эти проблемы как раз решается у меня за счет правильного ухода об уходе мы поговорим естественно в следующих видео сегодня мы говорили о том что я не буду приобретать скорее всего чего мне пока не нужно или вообще больше не нужно красивной косметики уходе ну а вы пожалуйста поделитесь что вы не планируете больше возможно никогда приобретать или например вам этого вполне достаточно но да мы все разные поэтому ваша категория могут совершенно разница с моими к примеру любите скрабы для губ и видите результат от масок для лица одноразовых замечательно напишите об этом обязательно поделитесь названиями брендов и средств которые хорошо на вас работают не забудьте указать ваш возраст примерно и тип кожи спасибо огромное за ваше внимание я надеюсь что это видео оказалось для вас полезным и интересным но мы с вами увидимся в новых роликах я желаю вам удачи здоровья всего самого-самого доброго и конечно же будьте благодарны за то что имеете увидимся